всем привет друзья мои спасибо за то что пишите комментарии под этими роликами все очень интересно чем дальше тем интересней да тем больше времени я трачу на чтение комментариев иногда отвечаю не обижайтесь если она ваш комментарий не отвечу потому что иногда что-то забываю иногда комментарий проваливается я забываю его найти и еще нужно работать помимо того чтобы записывать ролики если вы хотите найти какой-нибудь ролик про джимми хендрикса например или про кого-то и еще прежде чем писать просьбу обращаться ко мне с просьбой в комментарии посмотрите плейлисты в плейлистах уже достаточно много там 270 что ли или 200 сколько там роликов выложено поэтому и хендрикс там много чего там есть уже и фэнк запы каптан бифхард и там в общем есть есть где порыться и хоквинт поэтому посмотрите сначала плейлисты потом пишите хотя у меня не стол заказов как я уже говорил я рассказываю о пластинках которые у меня дома вот там вот в шкафу в одном там еще шкаф там еще там еще как-нибудь покажу все эти шкафы хотя показывать шкафы я не знаю интересно это кому-то или нет мне не интересно ну раз вы хотите что же что делать вот хорошая у меня пластиночка стоит на диване legendary pink dots пластинка 2002 года the museum of human happiness называется она музей человеческого счастья да очень хороший 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 альбом вот такой красивой но мрачный но мрачный вообще группу это я очень люблю хотя пластинку меня ее мало а вообще у них альбомов я не знаю сколько 70 80 50 60 не знаю очень много очень много 30 40 может быть я не я не считал никогда и дискографию начинаешь их смотреть как ты забываешь что начинаешь считать и забываю эти цифры тем более что дискографии как правильно как правило не полностью указывают весь набор пластинок в одной дискографии столько в другой столько как-то все это перепутано потому что группа абсолютно свободно абсолютно свободно и я рад тому что такие группы существуют легендари легендари pink dots не одна такая группа не единственная есть еще несколько коллективов подобных и достаточно много но пластинки их найти не так просто как пластинки групп которые на слуху такие большие монстры играют большую поп музыку всем известную тем не менее очень приятно что вот эти команды существуют и играют только то что им нравится только то что им хочется только так как им слышится и видится не обращая внимание не на течение моды не на популярность каких-то групп которые играют рядом там слышны по радио по телевидению или в соседних клубах не на мнение каких-нибудь продюсеров не на советы музыкальных критиков что вообще ужасно я имею виду советы музыкальных критиков а делают то что делают сами то есть занимаются настоящим искусством настоящее искусство это то что от тебя идет только от художника только художник только его самовыражение это и есть подлинное искусство все остальное это уже подделка под кого-то под что-то это уже в любом случае тоже не искренне в любом случае потому что когда тебе советуют со всех сторон ты выполняешь чью-то волю они свою собственную да ну свою собственную но с учетом других всех остальных да это уже не твое это уже вот это уже всех их и все удовлетворенно кивают головами говорят но вот наконец-то у тебя сделано по-человечески наконец-то вот это вот музычка красивенькая ля 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 здесь голосов добавьте да здесь синтезаторик немножко вставьте здесь вот так что у тебя было какое-то бе-бе-бе а вот здесь скрипочки можно пустить здесь еще что-то и приведите нет нет вот эти шероховатости все уберите это режет слух это не культурно не красиво сделайте красивенько и вот когда получается это красивенько и получается полная хрень как правило абсолютная хрень которая не является ни искусством ничем я не знаю как какой-то пластмассовый предмет пластмассовая статуэтка которая зачем-то покупается ставится куда-нибудь там на секретер и потом выбрасывается на помойку следующим поколением которые вселяются в квартиру вашими детьми например ли один дрей пинг доц это настоящее искусство нравится она не нравится но нравится эта музыка не нравится дела 25 кому-то не нравится кому-то нравится но это то что называется настоящим группа существует с 1980 года образовалась она в англии под руководством редворда каспела главного действующего героя данного коллектива и абсолютно никакой популярностью не пользовалась вообще то есть на концерты люди не ходили в клубы 80-81 год понятно что музыка которую играли legendary pink dots она была не модной она вообще не укладывалась в понятие клубной музыки того времени этого мне дюран дюран не полисы не мои любимые джопен хотя я очень люблю и первых и вторых и третьих но это то другого другое совершенно и группа уехала в голландию и по всю пору существует в голландии уже непонятно в каком виде потому что я не знаю выходила что-нибудь у них после the museum of human happiness или не выходила не знаю не попадались мне больше их ластинки но это совершенно отчаянная запись отчаянная потому что группа путешествовала по европе с концертами путешествовала играла концерты был большой тур и тут началась вот это самая грандиозная страшная вещь афера афера обман всего мира под названием пандемия все встала все замерло торговля прекратилась концерты отменились на людям запретили выходить из дома то есть запретили дышать свежим воздухом запретили ходить в лес запретили ходить в парке запретили общаться между собой запретили навещать стариков взрослым людям одиноких да то есть заперли одиноких стариков в квартирах без свежего воздуха без общения то есть приговорили их к медленной смерти или к помешательству и чем это история обернулась для человечества сейчас трудно оценить но ущерб конечно я не говорю об экономическом ущербе это все восстановила восстанавливается для человека какой ущерб был нанесен это конечно страшное дело и в отличие от россии где шевеление какое-то происходило где люди и в эту самую в кавычках пандемию тоже что-то делали записывали музыку подпольно играли концерты показывали кино что-то происходило в европе поскольку там граждане исключительно законопослушные они все отдали честь и заперлись у себя в квартирах помирать собственно говоря или физически или духу или духовно в общем выполняли все правила группа тоже перестала давать концерты и превратилась в группу виртуальную эта пластинка записана была как говорит эдвард каспел в кибер пространстве то есть с помощью общения по интернету пересылания файлов но получилось очень живо очень живо и очень круто очень музыкально очень тревожно очень мрачно эдвард каспел отразил здесь все настроения свои и все настроения человечества того времени двадцатого двадцать первого двадцать второго годов периода вот этой самой как бы как бы пандемии только не рассказывайте мне про это все я для про это все тоже тоже не дурак тоже знаю музыка очень хорошая я очень рекомендую эту пластинку this is the museum первая вещь в отличие от многих произведений лидерной pink dots она имеет конкретную музыкальную форму конкретную мелодию конкретную ритмику она как бы такая классическая песня по форме до красивая тревожная с синтезаторами с гитарами с басом вот здесь играют три человека собственно говоря эдвард каспел вокал клавиши девайсы разнообразные приспособления эрик дрозд гитара бас-гитара и the silverman vintage синтезаторы настоящие аналоговые синтезаторы и другие клавиши и все очень здорово всего очень много звуков я имею ввиду палитра очень богатая и для упрощения разговора можно сказать что это настоящая психоделическая музыка которая выросла из музыки сида баррета выросла из музыки ранних пинк флойд тенджерин дрим американской психоделии немножко и превратилась в современную совершенно адекватную времени музыку и this is the museum просто можно послушать песню она длинная богатая и все станет понятно что это за произведение derby monsters следующая вещь как написал один критик английская пастораль просто какой-то такой ambient не эмбиент но плавная а-ля космическая мелодичная пьеса музыкальная не скажу что песня пьеса cloud surfer пожестче уже пошли а тональные гитарные аккорды жесткие режущие такая поперек спетая мелодия очень жестко очень напряженно и подходим к крыл британия крыл британия правильно я прочитал крыл британия это уже совсем просто почти рок почти рок грубый жесткий агрессивный но в рамках музыки лидерный the legendary pink dots все-таки это это размышление эдварда каспела это не не они рок вам на сцене вот этот вот самый вот стадионный этого здесь добра слава богу нету найтингейл следующая песня хотя казалось бы по названию найтингейл да должно быть что-то такое но это самая жесткая пьеса из всего что записано на альбоме самая жесткая самая такой и индастриал рок и психоделический индастриал рок при том что я ненавижу названием всех вот этих стилей обозначения для того чтобы было понятней я это говорю структура рок пьесы с использованием нетрадиционных звуков можно сказать как с привлечением элементов конкретной музыки то есть использованием бытовых индустриальных звуков и электронных клавишных инструментов я расшифровал hands face space понятно что уже уходим в космос но не совсем уходим в космос потому что coronation street первая на третьей стороне песня она опять-таки почти традиционная песня с очень простой запоминающийся мелодией post cards from home опять-таки та же самая английская постарай медленная печальная космическая такая штука но все все печальнее и печальнее делается вот the girl who got their first это уже опять привет вот эти самые индустриальные звуки разваливающиеся мелодия с которой все начинается как бы хорошо но она растворяется в хаосе вот этой самой конкретной музыки электроники голосов которых становится все больше и больше и начинать такой просто вот какой-то такой вот какой-то такой навал звука устрашающий достаточно достаточно устрашающий и четвертая сторона она уже практически вся отходит от традиционной мелодики это боль боль эдварда каспела боль от того что он видит вокруг от глобального тотального обмана от лжи от негодяйства всеобщего от ухода от традиционных моральных нравственных ценностей я бы сказал вот от чего и вот это все вылилось во всех песнях этой пластинки но на четвертой стороне в особенности но при этом музыка это не мрачная она тревожная и предостерегающая я бы сказал предостерегающая тех кто еще способен мыслить и что-то хоть чуть-чуть понимать я не скажу что я все понимаю я понимаю вот чуть-чуть совсем чуть-чуть совсем немножко но хоть что-то хоть что-то ребята залезли на репинг дотс пошел пить пока